Передается, что пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Я знаю людей из числа моих последователей, которые придут в день воскрешения с благими делами величиной с горы Тихамы, но Аллах превратит их в рассеянный прах». Его спросили о посланник Аллаха, «Опиши нам их качества, дабы не оказались мы, не ведая из их числа». Тот ответил, «Они являются вашими братьями из вашего народа, как и вы, ночами поклоняющиеся, но они приступают к священной запрету Аллаха, стоит им лишь остаться наедине с собой». Хадис из сборника Ибн Маджа. «Совершая это, он думает, что никому при этом не вредит, но не знает, что он и есть жертва, не знает, что стремительно скатывается в пучину пагубной привычки, пристрастия, которое более опасно, чем любое другое, по причине легкодоступности и отсутствия ограничений, которое, к тому же, влияет на человека так сильно, что от последствий очень трудно избавиться. Страдающему этой зависимостью очень сложно очистить сознание. Эта проблема широко распространена, но никто об этом не говорит». Влияние порно на мозг. Порнография проникает через глаза прямиком в ваш мозг, провоцируя выделение в нем определенных химических веществ. Среди них допамин, серотонин, эпинефрин и окситоцин – натуральные вещества, которые производят ваше тело. Они необходимы для жизни. Но если вы примете тяжелые наркотики или посмотрите порно, ваш мозг перегружается этими веществами. Постоянно смотря порно, ваш мозг привыкает к таким сверхдозам, снижая степень своей чувствительности к ним. Картинки, которые прежде доставляли вам удовольствие со временем, уже не оказывают на вас такого эффекта. Теперь, чтобы его достичь, вам требуется не просто большее количество таких изображений, но и сами картинки должны быть еще более бесстыдными. Ваш мозг становится зависимым от таких химических выбросов и буквально перепрограммирует себя. Теперь он считает это нормой. Вы уже не можете жить без этого. Это и есть зависимость. То же самое происходит при употреблении кокаина, героина и прочего. Это ослабляет вашу веру. Сегодня мы живем в абсолютно бесстыдном мире. В мире, где видео с любого сайта можно просматривать на мобильном устройстве. Мы живем в эпоху, когда доходы порноиндустрии составляют триллионы долларов. И главная задача, стоящая перед этой индустрией, сделать так, чтобы каждый из вас так или иначе стал потребителем этой мерзости. Подвергая своему воздействию мужчин, женщин и даже детей, они надеются, что вы подсядете на это и станете их очередным постоянным потребителем. Таков подарок, в кавычках, порнографии обществу. Она превращает людей в животных, в извращенцев. У кого-то из вас, к сожалению, есть эта зависимость. Вы смотрите это онлайн, сохраняете в память смартфона и компьютера. Вы уже не ощущаете дискомфорта. Вы уже оправдали это для себя. Да, иногда вы чувствуете угрызение совести, но возвращаетесь к этому снова и снова. Вы думаете, ну, по крайней мере, я же никому не причиняю вреда. Я же этого сам не делаю, только смотрю. А вы знаете, что при этом с вами происходит? Это пожирает вашу душу. Ваши молитвы пусты. Даже в намазе вы не можете выдавить из себя ни единой слезы, потому что ваше сердце лишилось страха пред Аллахом. Все из-за той мерзости, которую вы все время смотрите. Это превратило вас из человека в животное. Вы даже не можете нормально смотреть вокруг себя. Вот мимо проходит женщина, а вы видите просто живой кусок плоти, а не человека, заслуживающего уважения. Вы оглядываете всех и вся, постоянно пялитесь и глазеете. Вам сложно опускать взор, когда вы в метро, университете, на работе или просто идете по улице. Вот рекламный щит, вы случайно посмотрели на него, а потом смотрите второй раз, третий. Вы не упустите ни одной возможности осквернить свою душу через свои же глаза. Вы абсолютно зависимы. А потом вы спрашиваете, брат, как мне достичь сконцентрированности в намазе? В каком мире вы живете? В каком мире? О, мои братья. Особенно братья. Хотя я знаю, что у некоторых сестер та же проблема. Это печальная реальность. Это война. Это война, но гораздо более опасная, чем любая война с оружием и солдатами. Эта война разрушает наши души. Она про...